здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет разбор очередной разбор разбор которого вы просили уже несколько дней с тех пор как появился такой инфоповод что путин умер а сообщил его нам профессор соловей в интервью дмитрию гордона давайте же посмотрим как это произошло и будем разбираться уже из первого фрагмента некоторые вещи мы с вами поймем итак я включаю первый фрагмент и буквально на днях вы огорошили весь мир заявлением что путин умер что заблокировали врачи его лечащих в комнате где они с трупом его находятся и что идут экстренные совещания силовиков и так далее скажите пожалуйста он умер или он жив но здесь была небольшая пауза на которую я думаю что не стоит обращать внимание потому что прямой эфир и собеседники еще не настроились на то как быстро можно отвечать или там идет задержка кто проводил прямой эфир те знают поэтому здесь как бы была пауза но ее не будем учитывать там есть что нам по учитывать дальше дальше наблюдаем и как он нам это сообщает совершенно точно он скончался вечером где-то без 29 вечера вот замедленной съемки в том числе и смотрите вот сначала кивок да потом идет нет и облизывает губы облизывание губ это когда мы видим вкусную конфетку хотим ее съесть или когда мы хотим прощупать ситуацию получше да не обязательно конфетку съесть просто вот есть ситуация которую надо прощупать и в принципе вот я наблюдала за соловьем у него довольно часто эта реакция особенно когда он говорит радостные новости которые многие из нас хотят услышать в том числе и он с радостью произносит новости про плохое здоровье путина уже давным-давно и в общем-то по этой причине я перестала его смотреть потому что каждый раз посмотришь по надеешься а потом как-то так происходит что все это неправда но тем не менее кто знает может и правда да поэтому наблюдаем дальше и делаем выводы выключаем эмоции я как человек вот честно говоря мне очень хочется в это верить но давайте вместе сделаем выводы вот он сейчас говорит и реакции все соответствуют четверг 26 октября бесповоротно окончательно сейчас он находится в холодильной камере своей резиденции на волга видите вот было голова к плечу это знак не знаю да и улыбка радость но радости его радость я понимаю я даже разделяю эту радость честно говоря как человек но как специалист я все-таки выключаю свои эмоции и идем дальше то есть сомнение есть и обратите внимание что есть напряжение но вы на это обратите внимание когда я вам покажу другой фрагмент ну вот в этом же ролике давайте дальше по ходу вы поймете почему я заостряю внимание на том что здесь очень мало эмоций настоящих здесь все эмоции прям четенько в нужном месте нужный кивок нужная фраза нужные какие-то аргументы которые в следующем ролике то есть все как надо да но один момент который все-таки нам будет важен идем дальше вот вот это голова к плечу увидели я надеюсь ровно в 20 часов московского времени когда я начал проводить свой семинар вот семинар ему очень вкусно он облизывает губы и эмоции прям больше стала прям такая радость у него началось ухудшение вызвали дополнительную бригаду стали проводить интенсивные реанимационными кстати а чё у него там какая-то дополнительная бригада еще есть как будто говорит о простом человеке которому просто вызвали еще одну скорую да но хотя я не знаю мероприятие где-то без 29 он скончался первая информация появилась на телеграм-канале генерал свр она абсолютно достоверна видите вот она эмблематическая оговорочка которая на самом деле говорит о том что нет нет но мы мы с вами прекрасно знаем она содержала ряд подробности в частности о блокировании группы врачей которые находились это фактически спальня путина находились спальне путина что вы чек с точки зрения кремль а вот смотрите когда разговор уже идет на более личные темы уже идет больше реакции ведь вы обратили внимание как эмоциональный фон изменился я вырезала вот начало пока он там он же несколько раз проговорил эту новость до и в конце когда они говорили о других вещах более относящихся к нему лично и вот смотрите сколько эмоций для довольно опасно согласился любезное предложение знаю что информация разойдет шире чем благодаря кому бы то ни было другому отвечая по существу наш вопрос митриевич когда мы с вами беседовали первый раз это был 2019 год мне память отобразите внимание еще то что касается того что с ним на самом деле происходило и это было в прошлом он смотрит в прошлое и вот я даже немножечко ниже сделала эту сносочку вот сюда его взгляд направился получается когда он вспоминает у него взгляд идет в определенном направлении вот этого взгляда не было когда он сообщал то есть либо та информация о которой он нам вещал еще не ну не осознанно им до конца либо это информация не из прошлого да ну вот когда человек вынимает информацию из прошлого он вот в данном случае вот этот человек да он смотрит в это в эту область он вспоминает то что с ним на самом деле было ну и неудивительно он же не видел этого события да и поэтому он не может сейчас вот сюда смотреть и вспоминать поэтому это событие он узнал а от кого узнал он упоминает генерал свр это некий блогер который нам сообщает некоторые новости но этот блогер я вам в конце покажу кто это такой вообще конечно как-то очень сомнительная я сказал о том что я нахожусь под покровительством влиятельное назвал его могущественной организации не публичной организации это было это остается это не избавляет меня от рисков в россии никто не освобожден от рисков никто абсолютно снизу доверху сверху до внизу но это повышает значительно повышает уровень мою устойчивость вот вы знаете про его покровительство я ему больше верю потому что там больше эмоций больше в это вложено вот энергии а то что было произнесено причем несколько раз проговорено про смерть путина больше содержала технической информации без эмоционально просто была выдана информация а кроме того он сослался на кого-то кто первый произнес эту информацию но ну вот про свои источники он пока нам не уточняет что касается доказательств тоже здесь вот интересная история давайте смотреть какие у вас доказательства того что путина нет живых дмитрий или скажите а какие могут быть доказательства честное слово пескова который 20 февраля прошлого года сказал что россия никогда не начнет военной операции но здесь конечно же идет манипуляция доведения до абсурда какие могут быть доказательства вместо прямого ответа здесь идет игра словами это понятно но и перед нами человек который умеет это делать насколько я понимаю это его специализация поэтому давайте послушаем его доказательства и может быть что-то себе почерпнем ты против украины патологоанатомическая экспертиза заявление тасс какие могут быть доказательства прямые в этом случае но они появятся я хочу уверить благодаря вам аудиторию широкую я специально выбрал вас мне предлагали несколько возможностей интервью что видите несколько раз упоминает о том что он выбрал именно нас именно гордона из-за того что аудитория большая думающая и ну конечно как грамотный даже не манипулятор а человек преподающий да он же в мгу преподает да насколько я понимаю как человек умеющий подавать себя публике а он хвалит публику да это очень хороший прием для того чтобы быть успешным оратором вас сама широкая аудитории мыслящая аудитория чтобы сказать доказательства будут предъявлены доказательства неопровержимые того что российский когда он это сказал он напряг нижнюю часть лица я правда это не отметила к сожалению вот сейчас я это увидела я просто когда отслеживаю на быстрой скорости только самые яркие моменты а сейчас вот на обычной скорости я увидела что он когда сказал доказательства будут предъявлены и у него поджалась вот эта часть нижняя подбородок и немножко губу поджал то есть с доказательствами туговато у него но давай президент скончался есть косвенная я могу привести косвенный который очевидно вечером 26 октября как раз с восьми вечера москве было введено усиление в центре города этому свидетелю многие москвичи особенно автомобилисты оказавшиеся проб кстати кто здесь смотрит меня из москвы может быть вы случайно в курсе этого усиления подскажите правда ли это было и вообще где это происходило как как вас это застало в комментариях пожалуйста напишите нас я знаю много и от вас очень много информации приходит на самом деле поэтому вот я к вам обращаюсь если кто-то в курсе то пожалуйста напишите в комментарии на самом ли деле это было но в принципе усиление это сейчас не такая уж как не такое уж событие мне кажется хотя хотя я не знаю насчет этого ну как бы слушаем дальше было введено и остается усиленной охрана резиденции путина на валдае как раз вечером 2 разве там когда-то была расслабленная охрана вот здесь у меня вопрос с 8 октября 26 я прошу прощения до 27 октября лукашенко который уже знал о том что путин мертв сказал что необходимо срочно договариваться россии украине о мире он готов выступить в качестве посредника и наконец вы знаете еще одно доказательство это начало операции в секторе газа да да я в том что последний телефонный разговор который путин проводил это был разговор с нетанья да но в общем набросал он нам разных вариантов я решила узнать что там лукашенко сказал здесь тоже довольно забавная история но давайте послушаем что лукашенко сказал и по лукашенко пока искала еще некоторые его высказывания нашла посмотрим с украины справимся вы видите они мечутся украинцы и даже если американцы будут им помогать это тоже они уже намекают не беспредельно умных людей немало в украине нас садится за стол переговоров и договариваться как я когда-то говорил как договаривать уголки рта потрогал то есть надо расширять свою зону действия сейчас не надо предварительно условия главное команду дали стоп вот с нуля часов стоп ночью никакие войска не двигаются никто не стреляет резервы никто не подбрасывает коммуникации не восстанавливают остановились смотрите сколько эмоций у него именно на резервах и на коммуникациях он для него значит сила в том что вот вернее как сила противника то есть украины в том что они быстро восстанавливают коммуникации и в том что у них появляются резервы вот вот это вот их сила ну по крайней мере вот то на что он больше реагирует что для него представляет большую опасность я не знаю как на самом деле вот по реакциям его тела он выдал страх на этих момент она вернее не страх а эмоциональную как больше эмоций соответственно эта тема более важна для него соответственно эта тема доставляет больше всего неудобства для него поэтому украинцы знаете вы молодцы и ведем переговоры переговоры о чем о земле и о мире украинцы будут ставить вопрос допустим восточная украина донбасс крем за столом переговору но никто не воюет люди не гибнут самое опасное для украины оружие будет но воевать будет ником да и так радостно поднял в конце челюсть знаете очень цинично то что он ставит в ряд того что не надо делать воюющий обороняющийся стороне это восстанавливать коммуникации оказывается вот это удивительно да конечно циничность я конечно не ожидала что буду жить в такое время когда циничность будет настолько править миром но ладно это мои эмоции я о них не буду я у лукашенко случайно краем глаза увидела где он конкретно врет поэтому решила этот фрагмент тоже включить потому что но ну а как пропадать что ли ролику ну ну реально тут такой такой классный такая классная эмблематическая оговорочка которую вам надо увидеть давайте посмотрим вы должны знать что мы и дальше будем придерживаться ты или мы надежные союзники российской федерации вот какие мы надежные союзники просто вот вот аж голова вот так идет и челюсть поднял мало того что ненадежные еще и в нужный момент мы и драться с вами будем как только почувствуем силу вы в этом также можете не сомневаться никакой тут игры быть не может ну конечно конечно все мы знаем да но это так не небольшое отступление а теперь давайте посмотрим вот буквально сейчас я открыла youtube и там еще одно интервью соловей дал другому каналу давайте посмотрим что же сейчас насколько его риторика изменилась и что он сейчас говорит об этой ситуации я сообщил обществу о важнейшее известие важнейшее без преувеличивания я был вторым кто это сделал первым это сообщил телеграм-канал генерала свою вторым это сделать видите теперь он ставит во главу вообще своего повествования оставит то что он был не первый а ссылается на другой источник который мы которого мы не увидели мы увидели именно его но сейчас он делает упор на том что первым был не он соответственно надо искать другие источники я считаю что это та важнейшая новость которую безусловно не могла не заслуживать информирование о том чтобы того чтобы они проинформировали общество здесь я должна сказать вот как человек действительно а я хочу в это верить вот честно и мне хочется чтобы это было правдой но в данном случае я вижу что человек просто как сказать есть информация ну вот видите он уже включает заднюю да вот я понимаю что он столкнулся с хейтом и все такое и наверняка много неприятностей в связи с этим инфоповодом он получил потому что людям хочется более подробно это узнать и мы все возлагаем на него надежду что он нам все это докажет но он нам так и не доказывает также как и другая противная сторона ничего не может доказать потому что здесь уже из изначально в этой версии и заложен двойник путина которого мы с вами как бы не узнаем и все такое я все эти конспирологические теории прекрасно понимаю и хочу в них верить но вот в данном случае и что касается вот именно соловья я должна сказать что он во многом в это верит верит вот все таки он больше верит нежели не верит но сомнения у него есть именно поэтому тело замирает когда все это произносится именно поэтому вот эти эмблематические оговорки именно поэтому вот когда он про холодильник говорит он конечно радуется и наслаждается этой информацией но голова идет к плечу и я все-таки здесь не не очень верю да и кроме того он ссылается на другой источник давайте разберемся что это за источник и в связи с этим я опять-таки нашла видео вот пожалуйста а это еще один эксперт которого я часто видела на телевидении как забыла его фамилию данных ну в общем напишите мне в комментарии я прошу прощения я просто не не записала и вот у меня такая дурацкая память да поэтому он берет интервью вот на связи с ним видите вот разделение экрана и на связи тот самый генерал с в с в р так называемый есть специальный канал где он рассказывает свои теории но мы видим что человека нету есть имидж есть фотографии но человека нет есть голос но не более того давайте смотреть виктор михайлович вам слово то что немножко смешной последние пустую ну и я так понимаю что было смертям не бывает одной не миновать не сына не сын божий да и воскресить конечно же небо мы сейчас проверяем а вдруг во сне воскреснет а вдруг оказывается сын божий нет это не сын божий не воскреснет давайте немножко все по порядку расскажем путину действительно вчера стало плохо во второй половине дня врачи предприняли попытку стабилизировать ситуацию не получилось вызвали дополнительную бригаду начали реанимацию закончилась тем что пути будут они смогли его реанимировать конечно хотелось бы верить в правду и в то что здесь все на самом деле так но один очень важный момент я не знаю кто этот человек получается что вот вы меня просите сделать анализ соловья но соловей не источник этой информации источник информации его не видно он просто говорит он может быть кто угодно даже самый даже сам путин переоделся и не мой голос не его конечно но любой человек может стать этим самым так называемым генералом свр и вещать нам все что угодно и какие-то его прогнозы могут сбываться здесь я ни в коем случае не умоляю не не подумайте я никак не пытаюсь его дискредитировать но когда вот такое заявление очень важное заявление приходит из уст непонятного человека здесь конечно же большое сомнение но на мне как специалисту мне бы хотелось посмотреть как он это будет говорить да и самое интересное что я обратила внимание что что соловей что этот генерал они им большую радость доставляет то что у холодильника и путина якобы держит в холодильнике трупы ну вместе с продуктами и вот им это кажется самым забавным ну вот знаете фишка не в том что им это кажется очень забавным а в том что им обоим это кажется понимаете ну вот я например ну как-то другие вещи из этой информации для себя считаю более приоритетными да и вот потешаться над тем что он в холодильнике но мне как-то не очень интересно но вот а в данном случае два человека и они как знаете вот на одной волне их радует одно и то же то есть они явно как-то вот вместе да и получается что ссылаясь на человека как у которого нет лица можно говорить все что угодно поэтому она мне лично доказательств не хватило кроме того соловей недостаточно убедительная ну по крайней мере для меня как для специалиста это сказал поэтому но знаете вот в связи с этим хочу вам сказать соловей он же как раз вот занимается психологическими вопросами да и он прекрасно знает о ловушках интуиции и самое главное что у интуиции есть такие ловушки например как информация которая близка вашим убеждением быстрее всего вы с ним с этой информацией согласитесь понимаете поэтому он очень четенько попал вот своим заявлением в то что мы все ожидаем увидеть услышать и уповая можно сказать на то что путин умрет и закончится это война да поэтому конечно же мы все этого ждем кроме того там какой-то инфоповод у него в связи с каким-то курсом в общем там все запутано но не хочу ни в коем случае здесь раздувать какой-то пузырь там катить бочку на кого-то в очередной раз конечно это было бы очень хорошо и это вообще этот инфоповод довольно забавный но меня не убедил вот так вот я должна сказать к сожалению или в общем воспринимайте как хотите но вот все-таки меня не убедили не знаю напишите свои комментарии по этому поводу что вы думаете мне очень важно ваше мнение извините если я вас разочаровала но вот так вот что вижу то пою да благодарю вас всех за внимание люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока